Интересный факт. Но ученые уже построили модель, позволяющую выяснить новые свойства загадочной девятой планеты. Разумеется, представлены доказательства, указывающие на то, что планета 9 существует. Так странно. Столько шума, возможно, несуществующие планеты. Ну вот, например, нашли мы экзопланету. Мы видим ее. Примерно знаем, что она из себя представляет. Какая вероятность выживания. А планета 9? Никто никогда ее не видел, но утверждает, что она есть. Как так, Итан? Это просто. Например, визуально я не вижу твой мозг. Это не значит, что его нет, так как об этом свидетельствуют факторы, Такие как сознание, моторика, речь, идейспособность или существование твоего мозга под большим сомнением. Да при чем тут мои мозги? Где контакт? Где доказательства? Есть математические расчеты. Гравитационный источник неизвестного происхождения во внешней части Солнечной системы. Так. Я тоже могу запилить пару загадочных форм. Таких с закорючками. В стиле древних космических цивилизаций. Ясно. К тебе нужен особый, детский подход. Роин, представь. У магнита есть две стороны. Одинаковые полюса отталкиваются, разные полюса притягиваются. Если расположить рядом два магнита, они начинают взаимодействовать друг с другом. Взаимодействовать понимаешь? Как голова и рот. При этом одинаковые магнитные полюса отталкиваются друг от друга. В то время как разные магнитные полюса притягиваются друг к другу. Магнитики? Они такие. Понял, понял, Итан. Все дело в полярности. Вот поэтому одна притягивает, а другая отталкивает. Соответственно, у каждого небесного тела есть свое влияние. Или гравитация на другое тело. Исходя из этого, существование девятой планеты и то, как реагируют другие небесные тела, и показывают, что планета вполне реальна. Если бы у меня были ноги и руки, я бы немедленно встал, чтобы похлопать. Но скажу просто. Вероятно, ты перестал деградировать. Ты такой умник. Это не к добру. Ладно, буду хоть этому радоваться. Так, но что же нам уже известно? Планета номер 9 предположительно находится на очень вытянутой орбите, в 20 раз дальше от нас, чем самая дальняя планета Солнечной системы Нептун. Перед нами 156 сеансов компьютерного моделирования, ставящих целью показать, какое влияние могла бы оказать на Солнечную систему, если бы планета оказалась блуждающей по космосу, подобравшейся близко к нашей планетной системе и захваченной ее гравитацией. Согласно исследованию, вероятность планеты быть захваченной гравитацией при приближении к Солнечной системе составляет примерно 40%. Эти результаты также показывают, что если такая планета была захвачена на орбиту, то она может обращаться вокруг Солнца на предполагаемом в ранних исследованиях расстоянии. Кроме того, моделирование показало, что захват на орбиту планеты размером больше Нептуна маловероятно. Но обнаружить планету непосредственно пока так и не удалось. Роем магнитики. А, точно, магнитики. Мне вот просто интересно, если эта планета Х существует, то какая она и там? Есть на этот счет информация. Температура ее атмосферы, состоящая из водорода и гелия, равна минус 226 градусам по Цельсию. Под газовой оболочкой при температуре минус 63 градуса Цельсия располагается слой водяного льда. Еще глубже располагается тонкий слой силикатной мантии, под которым скрывается железное ядро. Его температура оценивается в 3,4 тысяч градусов Цельсия. Мощность тепловых потоков, идущих из ядра планеты, превышает мощность солнечной энергии, поглощаемой ею примерно в тысячи раз. Размеры, температура, участок для дачи и небольшой курятник, уже все есть на этой планете. Вот только самой планеты нет. Не хочу тебя травмировать, но куры умрут мучительной смертью. Планета номер 9 до сих пор не была обнаружена при помощи телескопов. Это факт. Ученые рассчитали яркость меньших и больших по сравнению с ней планет, лежащих на разных орбитах. И пришли к выводу, что в результате проведения обзоров неба в прошлом существовал лишь небольшой шанс обнаружить объект массой 20 земных масс и менее. Особенно если этот объект находился в максимально удаленной от Солнца точке своей орбиты, но прогнозируют ее обнаружение в течение ближайших лет. Хорошо. Ее не нашли визуально, но почему тогда планета не обнаружена с помощью инфракрасных или оптических наблюдений? Разумеется, это не первый раз, когда астрономы обнаружили гипотетически массивный объект, скрывающийся во внешней части Солнечной системы, но на этот раз доказательства довольно убедительны. Возможно это чужой мир, похищенный нашим Солнцем миллиарды лет назад. Другими словами, есть вероятность, что планета 9 это экзопланета. Ты вот сейчас серьезно? Сначала магнитики, а теперь существа на странствующей планете. Как никогда, Руин. Таинственные твари, которые там существуют, придут за тобой. О, все. Уже достаю гусарский мундир. И где мой мушкет Итан? Ты снова напился? Положи оружие, иначе отстрелишь себе что-нибудь. Давай-ка я лучше расскажу тебе историю. По подсчетам, примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда наше Солнце было еще звездным малышом, Солнечная сила тяжести, возможно, сместила планету с орбиты. Звезды часто рождаются в молекулярных облаках, которые образуют плотные скопления звезд. По мере формирования планет вокруг этих звезд, их орбиты могут быть дестабилизированы и отправлены в межзвездное пространство. Прошло время, молодые звезды разошлись и их планетные системы стабилизировались. Но эти системы могут легко содержать планеты, которые не были сформированы вокруг этой звезды. Возможно, это случилось с планетой 9. Компьютерное моделирование, проведенное свидетельствует, что это возможно. Но не знаю. Теория есть теория. Суть не меняется. Вы ведь не станете сжигать все пианино лишь из-за одной плохой мелодии. Не стану, но книжку с нотами порву. В любом случае, в космосе многое возможно. Помочь в поисках могли бы и новые данные, которые передаст станция Кассини, но только в том случае, если руководство миссии примет решение в очередной раз продлить ее эксплуатацию. Ведь бедного Джованни хотят столкнуть уже в этом году с Сатурном и собрать уникальные данные о структуре и физических свойствах слоев и его атмосферы. Я попробую взять контроль над управлением Кассини, чтобы спасти беднягу. Сделай все возможное, Итан. Кстати, Роин, у тебя несколько любопытных сообщений с планеты Земля. Озвучи Хиттон. Цитирую, чему может научить автор в роликах, если он даже слова неправильно говорит. А инфа вся слизана с интернета. Лошара. Что тут скажешь? Я не ученый и не диктор и не собираюсь претендовать на эту роль. По образованию я обычный электрик. А чему вас он может научить? Правильно. Ничему. Я лишь делюсь своим творчеством. И все. Что там дальше? Некий мистер обеспокоен тем, что ты пропагандируешь наркоту, грязный ты ублюдок. Ты-то что возмущаешься? Решил вжиться в роль. Давай уже цитирую. Цитирую. Реплика. Что не поможет бурная фантазия, приправленная экстазией. Это что за пропаганда наркотиков? Скажу сразу. Все не так понято. Я против наркотиков. И никогда их не пробовал, я даже не курю. В моих роликах будет встречаться юмор. В разных проявлениях. Сарказм. Черный. Глупый. Чаще всего. Так что ребята, простите. Далее. Цитирую. Я никогда не лайкаю видео и не оставляю комментарии. Но это видео просто шикарное. Продолжайте в том же духе. Мой лайк с вами. Хорошие сообщения. Спасибо тебе мужик. Действительно. Отдельное спасибо за такие отзывы. Они стимулируют продолжать и дальше путешествовать с моим воображаемым другом Итаном. Я не воображаемый. Воображаемый. Нет. Да. Я реальный. Да. Нет. Я тебе говорю да. Нет. Итан, я пишу для тебя тексты. Это я пишу тебе. Ты в моей голове. Отвали. Я реальный. Это я пишу тебе. Это я пишу тебе.